Всем привет! Сегодня приготовим очень вкусный ужин на сковороде. Готовится несложно и продукты самые доступные. Он прекрасно подходит для летних дней, когда все овощи по сезону. 4 средних картофелины нарезаем пластинками толщиной около 1 см. А затем режем небольшими кубиками. На разогретую сковороду с растительным маслом кладем подготовленный картофель. Обжариваем на среднем огне, периодически перемешивая. Пока жарится картофель, подготовим остальные ингредиенты. Одну луковицу нарезаем кубиками. У сладкого перца вырезаем семянную коробочку. Перец нарезаем кубиками. Понадобится 1 перец. Помидоры тоже нарезаем кубиками. Всего понадобится 4-5 помидоров в зависимости от размера. Картошка уже готова. Снимаем ее со сковороды на тарелку. В сковороду насыпаем нарезанный лук. Пассеруем до золотистости. Затем сюда же добавляем подготовленный перец. Готовим с луком примерно 1-2 минуты, периодически перемешивая. Следующими в сковороду добавляем помидоры. Перемешиваем и готовим на среднем огне еще примерно 2-3 минуты. К овощам добавляем ранее подготовленный картофель. Все перемешиваем. Делаем небольшие углубления в 4 местах на сковороде. В эти углубления разбиваем 4 яйца. Все солим. Перчим черным молотым перцем. Сковороду накрываем крышкой и готовим на огне чуть меньше среднего, до готовности яиц. Пучок укропа измельчаем ножом. Яйца уже приготовились. Блюдо посыпаем подготовленным укропом. Ужин готов, можно подавать на стол. Ужин с овощами и яйцами получился очень вкусным и сытным. Готовится просто и достаточно быстро. Яйца прекрасно сочетаются с овощами. Обязательно его приготовьте, не пожалеете. Также у меня на канале есть и другие рецепты ужина. Чтобы долго не искать, смотрите их в этом видео. Следующим приготовим универсальное блюдо для всей семьи. Сразу два в одном, мясное и гарнир. Такие ленивые голубцы на сковороде отлично подойдут для семейного ужина. 200 грамм белокочанной капусты мелко шинкуем ножом. Нашинкованную капусту перекладываем в миску. Заливаем ее кипятком и оставляем примерно на 10 минут. Белокочанную капусту можно заменить пекинской. Тогда заливать ее кипятком не нужно. 80 грамм уже промытого круглого риса насыпаем в сотейник. Солим примерно половиной чайной ложки соли и заливаем одним стаканом горячей воды. Ставим на огонь. Как только вода закипит, сотейник накрываем крышкой и снимаем с огня. Оставляем рис на 10 минут. Пока настаивается рис и капуста, подготовим овощи. Одну луковицу нарезаем кубиками. Одну морковь трем на мелкой терке. На горячую сковороду с растительным маслом кладем нарезанный лук. Пассируем лук до золотистости. Сюда же к луку добавляем тертую морковь. Пассируем еще 1-2 минуты и снимаем с огня. Вода в капусте немного остыла. Отжимаем капусту руками и перекладываем в отдельную миску. Сюда же кладем 500 грамм фарша. Я использую свиной, но можно взять и любой другой. Добавляем рис. Если в рисе осталась жидкость, то ее нужно слить. Все солим примерно 1 чайной ложкой соли и перчим черным молотым перцем. Разбиваем одно яйцо. Сюда же добавляем пассированные овощи. Все перемешиваем до однородности. Из приготовленного фарша с овощами формируем достаточно большие шарики. Один шарик это примерно 1 столовая ложка фарша. Все подготовленные мясные шарики выкладываем на холодную сковороду. Я взяла глубокую сковороду диаметром 26 см. Готовим соус. В миску наливаем 200 грамм сметаны любой жирности. Я использовала 20% сметану. Кладем 1 столовую ложку томатной пасты. Солим примерно половину чайной ложки соли и наливаем полстакана воды. Все перемешиваем. Приготовленный соус выливаем в сковороду к ленивым голубцам. Все ставим на огонь и накрываем крышкой. Когда жидкость в сковороде закипит, уменьшаем огонь до минимального и тушим блюдо на маленьком огне примерно 35-40 минут. Готовые ленивые голубцы снимаем с огня и подаем на стол горячими. Сверху голубцы поливаем соусом и посыпаем измельченной зеленью. Я посыпала петрушкой. Ленивые голубцы на сковороде получились вкусными, сытными и ароматными. Готовится такое блюдо просто и из доступных продуктов. Этот рецепт отлично подходит для семейного обеда или ужина. Приготовим курицу по-мексикански. Блюдо отлично подходит для семейного ужина, а его приготовление не займет много времени. Сперва подготовим ингредиенты. Одну луковицу нарезаем небольшими кубиками. Один сладкий перец нарезаем небольшими полосками. Примерно 600 грамм куриного филе хорошо моем, обсушиваем и нарезаем кусочками. Филе выкладываем на раскаленную сковороду с растительным маслом. Обжариваем на большом огне, периодически перемешивая до золотистого цвета. Обжаренные кусочки филе солим по вкусу. Добавляем примерно 1 чайную ложку приправы карри. И перчим. Все перемешиваем и снимаем жареное мясо на тарелку. Сразу же на сковороду кладем нарезанный лук. Лук обжариваем на среднем огне до золотистого цвета. К луку добавляем сладкий перец. И жарим примерно еще 2 минуты. К луку с перцем добавляем обжаренное куриное филе. 300 грамм отваренной или консервированной фасоли. 150 грамм консервированной кукурузы. И полстакана бульона или воды. Все перемешиваем, накрываем крышкой и тушим на маленьком огне примерно 10 минут. В конце снимаем крышку, добавляем 70 грамм томатной пасты и перемешиваем. Тушим еще 2-3 минуты и снимаем с огня. Блюдо получается очень вкусным, сытным и в меру острым. Это отличный вариант для быстрого ужина. Если вам понравились такие рецепты ужина на сковороде, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием! Субтитры сделал DimaTorzok